Здравствуйте! Это программа про семью. К сожалению, в жизни детей присутствуют не только положительные эмоции, но иногда их настигают страхи и тревоги. И о том, как работать с этими состояниями, сегодня нам расскажет специальный психолог Мария Олеговна Гусакова. Здравствуйте, Мария Олеговна! Добрый день! Для начала, Мария Олеговна, расскажите нам, пожалуйста, все-таки, что такое страхи и тревоги и откуда они берутся? Вопреки расхожему мнению, что вот в одну гребенку, в одну корзину мы скидываем и страх, и тревогу, а состояния на самом деле три. Во-первых, это непосредственно страх. Страх – это краткосрочная эмоция, она возникает в результате определенных событий. На страх у ребенка, у любого человека есть три реакции. Страх возникает для того, чтобы организм, тело человека максимально быстро, не задумываясь, сориентировалась в этой ситуации. Например, естественно, реакция при испуге, при страхе – убежать, замереть, как камень, не двигаться или проявить агрессию, устранить источник страха. То есть это такой инстинкт самосохранения, получается, проявляется. Да. Любая эмоция возникает у нас как триггер, то есть как запуск всех систем организма, чтобы человек в той или иной ситуации максимально быстро смог ориентироваться, без посторонних мыслей. Страх – нужно спасать жизнь, все, беги. Без вот этих промежуточных мыслей. Тревога возникает как комплекс нескольких эмоций. Чаще всего присутствует чувство страха, что может что-то случиться плохое. И плюс к этому добавляется неуверенность, переживание, волнение. А все ли будет так, как я запланировал? А если я пойду вечером домой, не встречу ли я там каких-нибудь грабителей или злых собак? То есть тревога – это сложное уже чувство, состоящее из нескольких более простых. Испытывать тревогу – это нормально. Есть очень много положительных моментов от того, что человек испытывает тревогу. Во-первых, это значит, что человек здоровый, что раз он может волноваться перед каким-то событием. И как следствие он может подготовиться к этому событию. Собственно, все отличники, медалисты, они же тоже волнуются, но они стараются, прикладывают усилия, чтобы достигнуть определенных результатов. А есть состояние тревожности. Оно длительное по времени. И в отличие от тревоги, которая возникает ситуативно перед экзаменом или перед устройством на новую работу. Тревожность хранится с ребенком, с человеком долгое время. Он испытывает ее постоянно. Ему сложно начать какое-то дело. Ему сложно без проблем лечь спать. У него начинаются проблемы со сном. Тревожных детей сложно. Например, если все ходят в садик, то агрессивного ребенка видно сразу. Понятно. Вот ему нужно помочь, он агрессивный. Гиперактивного видно сразу. С ним тоже что-то не так. Тревожных детей видно хуже, потому что за счет их тревожности они пытаются спрятаться, быть не на виду, где-то зажимаются. Легше всего определить тревожного ребенка, он садится с краю и старается не вступать во взаимодействие со сверстниками. Не пытается учиться чему-то новому, потому что все его силы организма задействованы на то, чтобы избавить себя от этой тревожности. Он постоянно на чеку наготове. Поэтому начинаются проблемы со сном. Он не переходит в этот этап успокоения. Миша, смотри, я тебе сейчас покажу карточки. Мы с ними уже с тобой как-то работаем. Давай посмотрим на самую первую. Что у нас здесь с тобой нарисовано? Как волк убежать маленького собачоночка. Да. Какие чувства испытывает, как ты думаешь, маленький собачоночек? Он боится. Молодец. Как называется это чувство? Боязнь. Страх. Когда он чего-то боится, это страх. А как называется чувство, которое испытывает сейчас волк? Зло. Молодец. Волк злой. Я думаю, когда он у него на воду, он попадет в ад. Потому что он злой? А что у нас здесь нарисовано? Как он защищает маленькую кошечку от дождя. Хорошо. Как называются эти эмоции? Что чувствует здесь? Доброту. Доброту. А котенок что чувствует до того, как собачка поделилась с зонтиком? Наплакала. Она плакала. А какое это чувство, когда мы плачем? Плачем. Грусть. Мы плачем, когда нам грустно. Давай покажем. Как мы грустим. Как мы грустим. Слезки вытираем. Ручкой. Слезки вытираем. Грустно, грустно нам. Молодец. Как вы говорите, тревожного ребенка сложнее определить? Как родителю понять, что у ребенка есть это состояние тревожности? И как не перепутать его, например, с особенностями характера, допустим, да? Ну, просто вот ребенок скромный или что-то вот еще. Как понять, что у ребенка это есть и ему нужна какая-то помощь? Я поняла вопрос. То есть чем тревожность патологии отличается от нормы? Тревога как состояние, вот в качестве волнения, возникает ситуативно. И ее, например, заметно перед какими-то ситуациями, что потираем руки в ожидании, начинаем там ходить из стороны в сторону. То есть такими отдельными симптомами. Если это нарушение сна, то оно не длительное, а вот один день, то сдача экзамена, к примеру. Если это тревожность, уже устоявшееся такое, не то чтобы качество, а состояние того же ребенка, это видно по его истощаемости. За счет того, что он постоянно накручивает себя. А что будет, если я сделаю не так? А что будет, если я сделаю вот так вот, например? А вдруг, если я сделаю по-другому, мне все равно будет плохо. Как следствие отсутствия интереса к любой деятельности. Появляются всяческие компьютерные игры, любые игры, собственно, вот. Все, что связано с социальными сетями. Потому что там безопасно, я там знаю, что я за это получу. И при любом удобном случае они уходят туда, в социальные сети. Те же игры. Тревожный ребенок моментально, повторюсь, утомляется. Потому что вот он только что-то начинает делать, и все, я устал. Не потому, что он не хочет это делать, потому что сил не хватает, потому что нарушение со сном. Нет вот этого вот, что днем я активный, я бодрствую, а ночью спать. Успокаиваюсь, восстанавливаю силы. Где же они будут все эмоции твои жить на этой карте? Ой, то есть здесь они живут на доске. А на твоем листике сделаем леса, моря и горы разных эмоций. С какой начнем? Давай с любопытством, потому что ты у нас самый любопытный. Что это у нас будут? Леса любопытства, горы любопытства или моря любопытства? Где мы их нарисуем? Это будут моря любопытства. Давай приступаем. Как вы, как специалист, работаете с тревожностью? Как вы помогаете детям? При тревожности работа ведется в трех основных направлениях. Во-первых, это всегда работа с самооценкой. Потому что если есть тревожность, значит, есть неуверенность в себе, значит, есть низкая самооценка, значит, нам нужно что-то сделать для того, чтобы личность формировалась в более положительном, укрепленном ключе. Мы работаем на развитие, на повышение самооценки. Это всевозможные арт-терапия, сказка-терапия. То есть все возможные средства, где у ребенка не прямо ты говоришь, ты чего ты тревожишься? Подумаешь? Нет, мы с ним прорабатываем не саму ситуацию, а косвенно моделируем ситуацию, похожую с другими персонажами, но которые похожи на него. Даем им имя. Например, мальчика зовут Дима, мы называем главного персонажа Митя. То есть то же самое, но чтобы это было небольшое отличие. Наделяем персонажей теми же качествами. И следим вместе с ребенком, с его участием. Вот эту ситуацию как-то меняем, обыгрываем с его, опять же, участием. Также методы арт-терапии. Происходит осознание, прорисовка своих внутренних состояний. Второе направление, вот первое, это повышение самооценки. Второе направление, это осознанность своих переживаний. Потому что бывает такое, что ребенок чувствует себя нехорошо, а в чем это нехорошо проявляется, он не понимает. И у него начинаются расстройства поведенческого типа. Там, например, у меня не хватает сил на что-то, что мне сказала мама, я устаю, но меня же за это накажут. И он придумывает что-то альтернативное. Начинает врать или там начинает как-то капризничать. То есть делать максимально все возможное, чтобы избежать этой ситуации. И это еще один симптом тревожного ребенка. Возможны аддиктивные поведения и поведение сложного, ну, такого характера иногда даже агрессивного. Потому что лучшая защита – это нападение. Вот в таком плане. И третье направление при работе с тревожными детьми – это цикл бодрствования и расслабления, восстановления ресурсов. Это чаще всего дыхательные гимнастики. Будет очень здорово, если есть возможность у родителей или в детском садике использовать эти дыхательные гимнастики в коллективном каком-то ключе, проигрывая в разные игры. А в ту же медузку проиграть, где нужно на вдохе отступать назад, на выдохе, наоборот, внутрь круга. То есть коллективно, когда мы друг друга поддерживаем, с тревожностью бороться намного проще. Мы с тобой вместе сейчас – одна медуза. Мы с тобой вдвоем – одно животное. Поэтому все мы должны делать вместе. Медуза вдыхает и выдыхает. Давай вместе с тобой. Нет, вместе. Давай. Молодец. Когда мы вдыхаем, мы делаем шаг назад. Смотри. Молодец. Теперь выдыхай. Два вперед. Давай, еще раз. Молодец. Еще раз. Умничка. Так, а теперь медузка хочет кушать, и у нее очень быстро начинает стучать сердечко. Как сердечко стучит? Тук-тук. Тук-тук. Смотри. Мы будем с тобой присаживаться. Тук-тук. Не так быстро. Ты что, Миша? Пожалейте, Мария Олеговна. Давай вместе. Тук-тук. Тук-тук. Теперь шаг назад, шаг вперед. Теперь тук-тук-тук-тук. Шаг назад, шаг вперед. Умничка. В завершении нашей беседы, дайте нам, пожалуйста, пару советов, как вы, как специалист, посоветовали бы вести себя родителям в случае, если, допустим, ребенок испугался, да, или он испытывает какую-то тревогу, или, насколько я понимаю, тревожность – это такая комплексная проблема, то есть как создать такую атмосферу дома, чтобы, ну, минимизировать риск появления вот этого состояния. Есть замечательная игра у Людмилы Петрановской «Что делать, если…». Игра не двигательная, она карточная. На каждой карточке написана ситуация. Что делать, если вот злая собака? Что делать, если ты один дома, а в дверь кто-то постучал? Как тебе быть? То есть родитель формирует через игру у ребенка ситуацию безопасности. А вот если меня не будет рядом дома, как ты себя будешь вот здесь и сейчас вести? Второй момент. Очень важно с тревожными детьми следить за тем, что мы говорим. Если мы создаем ситуацию, где нужно бороться за внимание, за успех какой-то, за призовые места, возможно, у ребенка напрочь пропадает вообще стремление к деятельности. Он и так истощен достаточно, а здесь еще нужно кому-то доказывать. То есть мотивировать таким образом не надо? Тревожных детей точно нет. Очень хорошая мотивация в их случае – это, как ни странно, похвала. То есть минимальная. Там вот тушка у котика получилась ровнее, чем обычно. Ты молодец, мне так и нравится. Там выбрал цвет какой-то, ну, как необычно. Комментировать то, что с ним происходит в положительном ключе. Не сравнивать ребенка с другими детьми, не сравнивать ребенка с самим родителем в плохом ключе, а только в положительном. И если сравнивать поведение ребенка, да, например, сегодня ты ведешь себя очень сложно для меня. Он, может быть, полдома разгромил. Я представляю состояние родителей в этом случае. Набираемся, да. Делаем медузку вдвоем с папой, да, и втроем с папой, с ребенком. И находим в себе силы сказать ребенку о том, что не я в таком возрасте так не делаю, а ты сегодня ведешь себя хуже, чем ты вел себя вчера. То есть мы сравниваем его с ним же самим, но в прошлом времени. Вот таким образом лучше всего будет коррекционная работа устраиваться в самой семье. Спасибо, Мария Олеговна, что поделились своим опытом. А я напоминаю, что это была программа про семью. И сегодня о том, как работать со детскими страхами и тревожностью, нам рассказала специальный педагог Мария Олеговна Гусакова. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин